Утро доброе! Вести Карачаева, Черкесия с вами. Сегодня 14 августа. И если перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг, наступает время холодных ночей. А вот что нам обещают синоптики на этот день, узнаем из сводок гидрометцентра. Но чуть позже, а пока время новостей. Сегодня православные верующие отмечают медовый спас. На Руси в эти дни было принято делать заготовки на зиму из меда, орехов и яблок. Лакомство несли в церковь и освещали. Считалось, что эти продукты, в особенности мед, станут по-настоящему целебными и смогут вылечить от многих болезней. О пользе меда и в чем главная тайна пчеловодства? Об этом расскажет Фатима Даурова. Два закадычных друга пчеловоды-пасечник Мухаммед Такбаев и Арсен Мамхягов знакомы каждому любителю сладкого лакомства из родного аула и соседних поселений. За их медом всегда выстраивается очередь. А все потому, что он отличается качеством и полезными свойствами. Мед дает не улей, а умелое применение хороших способов ухода за пчелами, считает пасечник в третьем поколении Арсен Мамхягов. Мой прадед занимался этим всю жизнь. По отцу, прадед, дедушка, по матери, дедушка. Даже в совхозе пчелами он именно занимался. По матери, дедушка. И поэтому, наверное, ко мне пришло это по наследству. Вторит его словам и более опытный и мудрый по годам пчеловод Мухаммед Такбаев. Как учитель физики, проработавший в школе 48 лет, он, как никто другой, разбирается в законах мироздания. И, конечно же, лучше определяет повадки пчел и знает их способности. Они различают цвет электромагнитных волн. Это радуга, семь чистых цветов. Это каждый охотник желает знать, где сидит фаза. Этот человеческий глаз различает. А пчелы еще больше различают. Ориентируются они по этим электромагнитным волнам и возвращаются. Пчеловоды республики в конце мая, начале июня уже собрали первый урожай вкуснейшего полифлёрного мёда. Он вобрал в себя ароматную композицию весенних цветущих растений и высоко ценится по своим вкусовым качествам. Пасека нашего героя расположена на одном из красивейших мест жителей. Аула Жако называет его Четопа. Вся лощина, близлежащие холмы и поля богаты разнотравием, с чьих соцветий трудолюбивые пчелки каждый день собирают мёд. И буквально через месяц, в начале августа, начнется медогонка. Жизнь на пасеке в самом разгаре. Пчелки усердно трудятся, пополняя запасы чудесного нектара к медовому спасу. Теплые летние дни идут своим чередом. Арсен Мамхягов продолжает дело своих дедов и прадедов, наслаждаясь каждым моментом своего бытия в окружении непревзойденной красоты родного края. Фатима Даурова, Олег Малхожа, Вести, Карачаево, Черкесия. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на карачаевском языке. Я с вами прощаюсь. Смотрите прогноз погоды и хорошего дня. Карачаево, Черкесия, переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днём местами кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 5 и 10 метров в секунду. Днём порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. В горах плюс 5, плюс 10. Днём плюс 21, плюс 26. И местами плюс 14, плюс 19 градусов. Черкесия, переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днём кратковременный дождь и гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днём порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днём плюс 23, плюс 25 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова